Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 апреля, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги Деяний Святых Апостолов, глава 8-40 стих и глава 9-1-19 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Хесарию. Саввел же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город. И сказано будет тебе, что тебе надо было делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саввел встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и перевели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания, он сказал, я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от превосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». И Анания пошел, и вошел в дом, и возложив на него руки, сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас, как бы, чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищи, укрепился. И был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня необычное чтение. Оно очень важно для нас, потому что в этом чтении повествуется о призвании будущего великого первоверховного апостола, а еще в данном контексте гонителя церкви, Саввла. Если мы отмотаем несколько глав назад от 9 главы и посмотрим на проповедь архидиакона Стефана, его первую и, в принципе, последнюю проповедь, после которой его забили камнями за пределами Иерусалима, мы увидим, что одежды, которые сняли с себя люди, которые кидали камни, бросали камни, а ведь его забили камнями совершенно легитимно по иудейскому закону, ведь богохульство каралось смертью, а именно побиванием камнями. И в то время люди ходили в длинных таких туниках наподобие современных ряс, которые носят священнослужители подрясников. Ну и тот стиль одежды отчасти мы можем увидеть в странах Персидского залива, в странах Ближнего Востока, где люди одеваются по такому же принципу. И вот эти длинные полые одежды, эти туники, их нужно было снять, чтобы освободить тело, для того, чтобы можно было лучше замахнуться камнем и точнее попасть в цель. И вот люди бежали в суете, и нужно было где-то оставить эти вещи, чтобы их не расхватали нищие или воры, которые не применули бы воспользоваться этой ситуацией. И эти вещи охранял юноша по имени Савл. И этот Савл был исполнен ненависти и злобы по отношению к церкви. И он был, скорее всего, он был фарисеем, да не скорее всего, это точно, что он был фарисеем, воспитанным в городе Тарс. И вот он в Иерусалиме, получив образование, будучи фарисеем, он, конечно же, всем сердцем, всей душой возненавидел христиан и всячески гнал и старался искоренить, хватал всех христиан и вел их на суд Синодрион. И он был гонителем церкви и даже он и спросил, как сказано в этом отрывке, он и спросил благословения у первосвященника, начальника Синодриона, чтобы преследовать христиан и за пределами Иерусалима. И для этой цели, узнав о том, что существует множество христиан в Дамаске, в Сирии, сегодняшний Дамаск, он и так же продолжает существовать, все мы знаем это, и часто видим новости, приходящие из скорлой земли Сирии, где в тяжелых условиях живет сейчас антиохийский патриархат, и православные христиане, арабы страдают сейчас на этой территории, а некогда туда шел Саввл, чтобы христиан изничтожать и искоренить церковь, но на пути в Дамаск ему является Господь Иисус Христос и призывает его. Мы можем спокойно прочитать эти стихи и вновь и вновь поражает та перемена, которая произошла в этом гонителе. некогда яростный противник, который всей душой желал уничтожения и физического искоренения христиан и одобрял убийство христиан, сейчас он переменился, в нем произошла перемена на 180 градусов, он абсолютно меняет свой вектор, но этому предшествует некое чудо и прежде всего призвание. Господь явился Саввлу и призывает его, после чего Саввл ослеп. Сказано, что с открытыми глазами он ничего не видел и в таком образе он приходит в Дамаск на улицу так называемую Прямую и там некто Анания производит крещение. Ананию тоже наставляет Господь. Господь говорит ему о том, что он должен пойти и крестить Саввла. Анания знает, кто такой Саввл, потому что слухи распространяются быстро. Сарафанное радио сработало и все знают, что Саввл пришел уничтожать церковь. И каково было удивление, что Господь повелевает ему посредством Духа Святого идти и крестить Саввла. Он приходит его, крестит и Саввл прозрел и сказано в тексте «Перенив пищи, укрепился и был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске». Саввл действительно станет в будущем великим проповедником Слова Божия. Самые первые книги Нового Завета — это именно послания апостола Павла. В них выражено великое богословие церкви, великая радость и великая свобода, которая заключена в посланиях Павла. Он сделает для церкви практически столько же, сколько сделают все остальные 12 апостолов. И поэтому мы наравне с апостолом Петром называем апостола Павла великим первоверховным апостолом. Действительно, его наследие очень богато и очень важно для церкви. И тем ценнее эти стихи из книги Деяний для нас, потому что они повествуют о невероятной, чудесной перемене в жизни одного человека, который переменит жизнь многих стран, которые посетит апостол Павел. Он пройдет 20 тысяч километров пешком, он исходит пешком всю территорию Средиземноморья, дойдет до Испании, будет на территории Галии и на территории Македонии, и он обратит множество тысяч язычников в христианство. это великий апостол, и мы видим, и мы читаем сейчас о самом первом шаге этого апостола в церкви. Сейчас он еще только что прозревший Саввел, который станет первореховным апостолом Павлом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова